Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами вновь на нашей программе «Диалог под часами» и наконец-то сегодня гостем нашей студии отец Андрей Ткачев. Здравствуйте, отец Андрей. Давно мечтал вас сюда затащить, хотя бы просто потому, что вы для меня очень такой симпатичный человек. Как вы в Москве уже так прижились? Да, быстро. Быстро, довольно быстро. Я этому очень рад. Слушайте в самом центре, тоже такое место весьма намоленное. В самые тяжелые годы храм существовал замечательно. В отпуск-то пойдете? Хотел бы. Ну а как там начальство? Там надо склеивать графики. У меня же несколько мест служения, то есть несколько мест приложения усилий, скажем так, кроме храма Брюсова, еще гимназии, ну и другие послужения. Но все-таки на лето будет падать отпуск? Думаю, да. Все-таки по праздникам это самое удобное, все равно период. Конечно. Ну а какие у вас планы? Ой, не знаю, меня, знаете, что... Как супруга? Что? О чем хлопочет? Супруга хлопочет? Да, там хватает всего здесь, чтобы не нагружать его величество, господинозрителя, нашими проблемами. А сколько у вас деток своих? Четверо. 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 Понятно. Мне как-то вот мало России, потому что я же здесь только наездами был, а теперь живу. То есть мне хочется, нравится... Вот мы вчера были в Архангельском, в усадьбе в Архангельском. О, да. Святые места. Вот таких мест мне не хватает. Ну хочется побывать там, где ты не был, и не обязательно за пределами страны. Но вы знаете, даже Подмосковье чрезвычайно богато. Бездонная, да. Бездонная. Монастыри, храмы, усадьбы, музеи, открытые площадки, летом какие-то театральные... Каждая связана с историей. Это нужно все узнавать, безусловно. Надо все узнавать. Ну вот вы такой вообще пытливый человек. Ну, да. Вы такой алчущий и жаждущий. Ну, в каком-то смысле... Всяких впечатлений. Впечатлений, может быть, нет. Идей. Ну, а потом я заметил, вы так литературу любите. Да, это мой... Есть такой грех. Ну, почему грех? А с педагогикой? У вас что-то с образованием вашим? Нет, педагогическое у меня в образовании, к сожалению, ничего. Ну, такая военно-полевая педагогика, такая практическая. То есть, как бы... Понятно. А в гимназии вы... Я преподаю закон божий в гимназии. Да. В этом году, в минувшем, преподавал со второго по пятый. А в этом году, который будет, скорее всего, будет седьмой, восьмой, десятый. Чем старше, мне немножко интереснее с теми, которые постарше. Ну, они уже приближаются к взрослым людям, и они понимают и абстрактные вещи. Да, совершенно верно. Набор тем для разговора серьезнее. Как бы есть о чем с ними выйти в параллельные какие-то такие миры. То есть, связать, например, твой предмет с другими предметами, с той же историей, литературой, современным днем, с новостями современными, которые они тоже слышат. Чтобы это не было абстрактно оторвано от жизни, чтобы оно было интегрально, конкретно. Это интересно. Да, я со школьниками тоже очень люблю. Интересно. Ну, есть вот, в силу такой особенности психологии каждого человека, есть люди, которым легко с малышней и трудно, например, со старшими. Есть люди, которым легко со средними и трудно с малышней и старшими. Есть люди, которым легко... Есть, конечно, те, которым со всеми легко, но это уже такой универсальный солдат. Ну, да, ну, надо, в общем... Надо стремиться, конечно, как мы. Да, мы же священники, они как бы для всех. Ну, да. Тут такая миссия. Ну, и потом вот я, ну, не то, что наблюдаю, это громко сказано, но то, что до меня доносятся, видно, что вы таким миссионерским энтузиазмом вполне, ну, можно сказать, одержимы. Ну, пока бензин не кончился, скажем так. Да что вы, по-моему, там даже такое ощущение у меня, что только залили. Полный багдон. Ну, это очень ценно, потому что, конечно, ну, на нашем русском поле все-таки не так уж часто встретишь такого человека, который вот этим апостольским пафосом так вот глубоко, можно сказать, поражен. Так что слава тебе, Господи. А вот в силу, я ведь тоже на этом поприще как-то стараюсь трудиться, и поэтому вижу у вас такого соратника, а то, что вы моложе, это вообще-то чрезвычайно радует. Что вот, ну, и так далее, все продолжается, слава тебе, Господи. И вот хотел у вас вот что спросить. Это у меня тоже на этот счет есть какие-то соображения, но как-то вот с обратом поделиться, вас повосспрашивать. Для меня это очень важно. Ну, теперь вы немножко московскую пасту знаете, киевскую тоже. И, в общем, ну, все народ один, хотя, ну, ментально всегда она отличается, даже от области к области ничего тут нового нет. А вот все-таки при таких пастырских трудах, какую вы видите наибольшую трудность вот в нашу эпоху, именно вот обращаясь к нашей вот теперешней пасты, и русской, и украинской? Несколько вещей у меня в сознании. Во-первых, значит, есть такая печаль, такая беда есть такая, когда вкладываешь, например, в конкретную пасту или в людей много сил, имеешь некое чувство, что не зря это делаешь, такое внутреннее убеждение и внутреннее ощущение, что это надо делать. А потом какое-то проходит время, и у тебя крадут этих людей, ну, то есть враг как бы делает свою работу и портит плоды твоих трудов, то есть, ну, или там труды другого там пастыря. Вот, например, скажем, приход, приходская деятельность, вот приход, например, там, литургически воцерковляется, там, приход начинает как-то так связываться с такими связями внутренними, там, кому помочь, там, все друг друга знали. Приход огражден, скажем, там, от яговистов, кришнаитов, от чего-то еще, они образованы, знают, их не поймаешь, то есть овцу не выдернешь. И вдруг лукавый находит что-то такое, что вот такие трезь, и, допустим, приход страдает или раскалывается, или люди уходят, или теряются. Вот это великая печаль, когда труды вложены, годы прошли, и плоды видно, но лукавый находит какую-то щелку, как при падении Константинополя, там же калитку не закрыли, там же янычары посочились на территорию Византии и Константинополя через незакрытую калитку, по оплошности незакрытую после вылазки боевой. Вот так вот находится какая-то открытая калитка, лукавый заползает, ссорит людей, подбрасывает какую-то новую идею, к которой ты еще не готов. Это по украинским событиям это было очень видно. Вот такая есть печаль, когда проходят годы, оборачиваешься, знаете, и... Но с другой стороны, это же не печаль, это этим и Евангелие как-то наполнено. Да, да. Это, в общем, это то, что и составляет нашу жизнь. Видите, Господь это попускает для того, чтобы люди, ну, пережив нечто, какую-то даже кризис или какую-то катастрофу, потом все-таки к чему-то пришли. Углубились. Да. Это какой-то снаряд такой, кто углубляет внутреннее пространство. Углубляет, да. То есть у тебя от внешнего... В личном плане, ну, конечно, немножко это как-то на сердце остается. А с другой стороны, ну, если что-то посеяно, оно все равно вырастет. Ну, вот этим и держишься. Я помню, один священник пожилой при мне очень давно уже сказал одной матери, которая слезно молилась за своего ребенка, там, за одного и за двух, там, беспутно живущих. Говорил, что может быть, он говорил. Ну, там есть обычно, как Монике говорила, блаженная Августина, маме, где-то сказать, сын твоих слез не погибнет. А он сказал очень интересно, он говорит, может быть, Бог не дает тебе видеть плоды твоих молитв, пока ты здесь живешь, он уже был преклонен в их водогах. Может быть, ты оттуда посмотришь на его исправившегося, чтобы ты здесь не загордилась. Да, очень часто я вот тоже наблюдал, что вдруг смерть матери, оно как-то переворачивает человека. Отрезвляет очень сильно, конечно. Так что вот... Это именно углубляет. Может быть, еще вот какая-то тема. Есть такая еще тема, знаете, какая... Я вот с этим наблюдением, ну, согласен, то же самое переживаю. Завоевание авторитета у паста очень серьезная вещь, потому что современный человек стал недоверчив. Почему? Ну, как бы вот картина мира у каждого, она же формируется внутренним моим состоянием. Есть классическая история Авы Дорофея, когда один монах видел перепрыгивающий через забор другого какого-то монаха и сказал один из них, видя в эту вечернюю картину. Вот забор монастырский, монах там сиганул и куда-то побежал. Он говорит, кто-то из братьев вор побежал воровать в деревню. Второй тоже самое видел, говорит, кто-то из братьев блудник побежал развратничать. Третий говорит, кто-то из братьев тайком, как Николай Чудотворец раздавать милость у него пошел. И он говорит, почему такая одна и та же ситуация родила такие три радикально разных реакции? Говорит, да потому что вору весь мир ворует, блуднику весь мир блудит, и рабу Божему весь мир творит волю Божию. Значит, поэтому мы смотрим, конечно, мир не объективно. Мы смотрим на него, исходя из внутреннего опыта. И если человечество, если вообще можно говорить о человечестве и о больших массах народа, если оно, например, порабощается сребролюбием, его интересует сребролюбие, они везде ищут сребролюбцев, в том числе духовенстве и так далее. Если оно порабощается плотским страстям, ему кругом мнится, значит, что там не все чисто, что там блудники одни. И вот они смотрят на нас сквозь призму своих каких-то таких, значит, общих человечеству или их характерные для сегодняшнего времени болезни. Они не доверяют очень часто нам, нам нужно сгодить в них авторитет. Нам нужно каким-то образом, ну не знаю, ну конечно, не плясать перед ними, но доказать им при помощи съеденной вместе каши и соли, что мы веруем, веруем, что мы не святы, но хотим осветиться. И знаем, от кого можно осветиться. Мы знаем того, кто дает святость, кто свят по природе, от кого можно причаститься к святыне. И мы его проповедуем, мы веруем в него. Он действительно составляет наши сокровища, Господь Иисус Христос. То есть, если они увидят нашу искренность и честность, если мы сможем открыться им с такой стороны, как искренние люди, мы открываем двери для будущей проповеди. То есть, дверь проповеди закрыта, пока тебе не верят. Ну, его работа такая, он должен-то говорить. Ну, или там, да, слышали мы. Ну, а с другой стороны, мы имеем возможность в основном говорить в храме. Да. Ну, трудно все-таки представить человеку, который стоит и не верит. Тогда непонятно, что он стоит. Да, да, о, да. Вот я понимаю тех людей. Я вот с некоторых пор, не всегда так было. Наверное, больше полжизни, мне кажется, я проповедовал после Евангелия. А потом встал вот в завершении литургии. И смотрю, те люди, которых я как бы держал, ну, вынужден, потому что только начало службы, Евангелие, литургия оглашанных, и вот получается, что они стояли. А сейчас раз, они ушли, и остались только те, кто хотят действительно слушать. Некоторые жалеют, особенно у меня одна мама сказала, вот очень жаль, что вы теперь после Евангелия не проповедуйте, что все дети садились на солье, там несколько ступенек, и вот они получали такой несколько летний ликбез. Курс, да, вот такой курс обучения. Да, а вот сейчас этого нет. И вот, и не знаешь, как лучше сделать, например. Ну, вот я, вы видите, значит, мы, конечно, говорим тем, кто в храме, но у нас же есть такое еще BBC, такое, баба бабе сказала, знаете, такое. У нас же есть такой сетевой маркетинг, такой неизбежный, который есть в любом обществе, когда у меня есть круг друзей из 5-6-7 человек, и я прочитанной книжкой делюсь с 5-6-7 человеком. Я сообщаю ему новинки, я с ними хочу поговорить, о ней почитайте, потом поговорим. Я встретил интересного человека, я в восторге, я два дня, значит, не сплю, не ем, я только, значит, радуюсь о том, что я поговорил с интересным человеком. Я, конечно, познакомлюсь с ним или скажу о нем по сетевому маркетингу, значит, по этой хвостатой сорокиной почте, тем, кого я люблю и знаю. Поэтому, если мы цепнем сердце одного человека, мы автоматически рикошетом цепляем сердца 7-80 человек со временем обязательно, потому что те скажут, те расскажут, там слух пойдет, там придут поговорить, спросить. Ну, возможно и искажения. Возможно, конечно, есть такой испорченный телефон, конечно. Я вот однажды, лет так, 35 назад стоял на остановке троллейбуса, уже в светском платье, и стоят две женщины. Она говорит, вот, я вот забыл, батюшка сегодня говорил на проповеди, когда кошка перебежит дорогу, все-таки через правую надо плевать или через левую? Ужас. То есть я говорил о том, что вот даже в такую чушь там люди веруют, и вот такое восприятие, что как правильно, как по-православному плевать через плечо. И вот все-таки запамятовал. Представляете, сколько там всего в человеке лежит, и как это слово сочится по своим-то этим каналам. Вот очень, думаю, что отзовется одно, потому что, ну, считается, ну, так принято, что, ну, журналисты, вроде они должны быть образованы. Хотя сейчас проблемы там у многих с русским языком, но иногда в определенном контексте, с определенной целью говоришь одно, а человек не улавливает о чем. Да, да. И начинает полемику совершенно... Не о том. Да, от той швабры, которая прислонилась в углу, и совершенно... А речь-то идет не о мытье полов, допустим, а, ну, там, о погоде. То есть нет коммуникации, не понимает человек тебя. Да, не понимает, хотя вроде изложено... Хотя по-русски говорят обои. Это, видимо, Вавилонская башня такая специфическая. Ведь Вавилонское столпотворение, отсутствие понимания между людьми, отсутствие коммуникации. Вот не строили все вместе. Ведь если, например, турок, и араб, и русский, и грузин строят что-нибудь вместе, а потом не зная языка друг друга, ведь они могут продолжать дальше строить, как бы имея опыт труда совместного. Где-то на мигах, где-то там какими-то междометиями, там, знаками, там, да, они продолжили бы работу. То есть, вавилонское строительство остановилось не только потому, что их языки были другие, они абсолютно перестали коммуницировать. То есть, если ты решишь, иди направо, он идет налево, значит, если ты решишь, бери это, он берет это. Если ты решишь, там, брось это, он бросает в тебя. Я, значит, такой, и так далее. То есть, они, очевидно, совершенно сбилось, вот это вот понимание человеческое. И это тоже наш, как бы, вопрос такой. Один мой музыкант знакомый говорит, что звук – это исповедь. То есть, ну, вот это стекло. То есть, оно звуком говорит, я стекло. По дереву постучишь, дерево скажет тебе через звук свой. Ты различишь. Я дерево, там, я бетон, я камень. Человек тоже должен зазвучать. Когда человек говорит в ответ, ты начинаешь понимать, он тебя понял или не понял. Вот эта бабушка, значит, с плеванием через плечи, она заговорила, и вдруг мы видим, о, брат ты мой, а оказывается, меня не поняли. Меня не поняли. Говорит, заговори, чтобы я тебя увидел. Так совершенно, даже… Противоположно поняли. Да. То есть, поняли противоположно. Она потом внучке скажет, что поп сказал в церкви, значит, плевать через лево. Это по-православному. Это дальше пойдет, значит. Вот, следовательно, возникает вопрос обратного звука. То есть, вот мой звук. Говорит, братья и сестры, мы прочитали, это значит, так-так-так, надо так, надо так, так нельзя, вот так надо. Аминь. А теперь мне нужен каким-то образом получить обратный звук. Потому что из ста человек, слушавших меня, сто слышали разные вещи. Один запомнил начало, другой запомнил конец. Третьего обидело середину. Это ладно, потому что там тоже, вот я когда, ну, особенно в раннее время проповедь членил на такие части специально, даже, что вот одна часть начальная для тех, кто может 10 минут слышать, вторая часть для тех, кто 20 минут. Я понимаю. И так далее. Вот так был прием. А сейчас уже, конечно, все покороче. Ну вот, нужен этот звук ответный, чтобы я понял, чтобы я составил себе представление о том, каким образом это слово ваше отзовется. Вот, то есть, нам не дано предугадать, да. Каким оно, где оно там срезонировало, в какой ухол души оно ударилось, какой-то шарик бильярдный, закатилось оно в лузу туда или не закатилось. Оно зашло в тебя или оно там где-то погуляло и улетело. И что ты понял, как бы, какой-то отзыв. Есть такое прекрасное выражение у древних, там, у Квинтелиана, там, у кого-то еще из римлян, значит, что настоящее слово оратора, если его переменить на проповедника, будет то же самое. Должно делать тройную работу. Он должен усладить, просветить и сдвинуть. То есть, человек должен получить некую сладость знания, что, как говорили евреи, Тора сладкая. То есть, надо читать Тору, потому что Тора сладкая. То есть, усладить человека нужно, дать ему Слово Божие. Потом нужно, значит, просветить его, дать ему понимание того, что он не знал до сих пор, он должен что-то новенькое узнать. Хоть немножко. Вот. И она должна сдвинуть его в том смысле, что вот, а вот теперь я вот этого делать не буду. А, я не знал, теперь я обязательно в воскресенье буду всегда в церкви. Там, а что, нельзя вот, что ли, там, среду меня ссать? А теперь, то есть, ты же должен решить для себя что-то, все, бросаю курить, например. Или, там, иду мириться со своей женой. То есть, три дня не разговариваем, вот служба закончилась, надо что-то менять в жизни. Пойду мириться, пойду помирюсь. Пойду первым, прошу прощения. Если ты усладил, просветил и сдвинул, ты достиг всех максимальных целей. Если ты усладил, но никуда не двинул, то ты клоун. Если ты сдвинул, но не научил и не усладил, то ты политический демагог. Ты можешь повести за собой толпу куда-то, при этом не имея целей просветить их и сделать их лучше. Если ты людей просвещаешь, но не услаждаешь, не движешь, ты скучный лектор в институте. То есть, а вот если все вместе... Вы уже так склассифицировали, или только сейчас? Нет, это уже как-то сложилось в голове. Понятно. Это сложилось в голове, потому что есть нудные профессора, которые нудно читают свой предмет, и приходит студент спит. Нет, мне один доцент, сейчас он уже священник, говорил, что, ну что профессор, это же магнитофон. Вошел в аудиторию, включил, и, так сказать, читаешь определенный текст. А студент, вот как он, должен усвоить. Можно воспринимать, усваивать, да. Никаких... У священника все-таки сложные задачи, он как бы должен вот в душу ввинтить. Но тут сложность. Если студенческая среда, она все-таки однородная, и народ заточен на то, чтобы что-то получить, хотя бы некоторые, то здесь и мужчины, и женщины, и старики, и молодежь, и дети, вот... Да, да, богатые, бедные, многодетные, бездетные... В этом очень большая сложность. Ну, это вообще благословение, потому что, в том смысле, что если, например, если в храме не было... В какое-то время в храме не было молодежи, допустим, да, и был законный вопрос, ну а почему? Ну и на этот вопрос был ответ. Представьте себе, что в каком-то храме нет стариков. Скажите, а почему у вас тут нет стариков? Куда они исчезли, одна молодежь? Или, допустим, там, в храме нет ни одного богатого человека. А что, ему там богатому с вами бедными скучно, что ли? Или, наоборот, в храме одни богаты, ни одного бедного нет. Это что такое? То есть в храме должны быть все. Вот, то есть... Ну, да, средств, так сказать. То есть социальные средства... Ну, в другой стране, в какой-нибудь деревне, где еще дачники не доехали, вполне может не быть богатым. Ну, не две, там, я узнал и даже ездил туда, очень такой популярный храм во Владимирской области, куда добраться было очень трудно и вообще удивительно. Обычно храм строится на горе, а это внутри, в такой чаше. В Владимирской области. Да, нужно было дойти до определенного места, тогда увидишь храм, он там внизу. Очень интересно. И вот к этому священнику, который был очень такой ревностный, молитвенник, стекалось очень много народу, его очень почитали. То есть все-таки от священника зависит, правда? Ну, от священника все зависит. Все-таки священник, так сказать, не зря должен образ Христа иметь. Собственно, все от него. Каков он, такое и будет восприятие Евангелия через него. Понятно, что тут надо как-то этим проникнуться. Это все правильно. Но все-таки самое, когда задумываешься, а какая самая трудная паства? Старики ли? Дети ли? И не скажешь так. И не скажешь. И не скажешь. Да, люди с рабочими профессиями или люди с таких вот бумажно-чиновничьей умственной деятельности, да, или культурной, там, допустим, искусство, наука и так далее. И тоже не скажешь. Богатые по-своему трудные, бедные по-своему трудные. По-своему благословение у каждого есть свое какое-то такое. Да, это очень все интересно. А не даром один бедный, другой богатый. Все-таки очень не даром. Кто-то говорит, что если все деньги мира вот так вот собрать в кучу и в ровных пропорциях, в ровных далях всем жителям мира распределить, то они в старые пропорции вернутся через пару недель. Да? Да, тут будет то же самое. То есть бедный потеряет, богато найдет, как бы оно как-то опять... С помощью науки экономики? Каким-то образом. Когда-то я какую-то передачу слышал, такое тоже «Краем уха». Бывает же, что такое западает, что такое любопытно. Прослеживалась история людей, выигравших джекпот. Сорвавших джекпот. Вот как, например, история женщин, которые были первые красавицы. Или через вас показывают, какая у нее жизнь и что с ней стало. Это очень интересно. Вот история людей, выигравших джекпот. Вот простой какой-нибудь слесарь, например, в Оклахоме. Купил билет, и там, допустим, было 25 миллионов долларов. Из них огромный процент, я сейчас про цифру не буду называть, потому что не буду врать. А из них огромный процент людей, которые стали беднее, чем были до выигрывания джекпота, через несколько времени. Допустим, год, два, три. Долги, девочки, дорогие шубы, какие-то поездки, какие-то виллы, не знаю, что-то еще. То есть не умеют управлять. Да, человек не умеет, капитал его пережевывает и выплевывает. Он не удерживает в руках этот вес. То есть вес выше, чем спортивные возможности твоего организма. Поэтому тебе нужно всю жизнь зарабатывать, там, 700 долларов в месяц, как бы, и вот так вот. И будет жена одета, и дети сыты, как бы. Стоит тебе получить в руки 7 миллионов, ты с ума сходишь. Ты разводишься с женой, через месяц, например, там, ты начинаешь, там, что-то там, исполнять какие-то такие странные вещи, которых ты за собой не подозревал. У тебя появляются новые друзья, исчезают старые, как бы, значит, ты меняешь место жительства. Короче, жизнь крушится через год или два вообще таким образом, что ты не понимаешь, как это произошло. А это происходит очень легко и быстро. Есть очень много интересных биографий, известных людей. Допустим, небезызвестный всем Майк Тайсон, который был просто сожжен богатством, который свалился на этого мальчишку чернокожего внезапно. В 19 лет, в 18 чемпион мира, и вдруг миллионные гонорары. У него просто голова не выдержала этого всего. И начались загулы, и дамы, значит, и... Ну да, он, по-моему, в тюрьму даже попал. В тюрьму за изнасилование попал, значит, такой, да. Он чувствовал себя, что он может ударить любого человека. То есть он чувствовал себя, что он непобедимый. И был какой-то момент, когда никто бы не пошел с ним, так сказать, в лобовое столкновение. То есть парень просто не выдержал огромной ответственности, которая рождается деньгами. И так во всем. Поэтому богатство непредосудительно. То, кто удержал его в руках, там надо присмотреться к истории этого человека. А чем он заплатил за то, что он сейчас держит в руках вот это? И как оно ему держится вообще? Его же не отпустишь, он же требует управления. В общем, там есть много интересного. В бедности есть свое благословение. В богатстве есть своя тайная история. И иногда это... Непонятно, ведь все можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это крест, а с другой стороны, это и есть дар Божий. Да, больше некому. С определенной целью. Неси ты, больше некому. Да, что это определенная ответственность. А вот я знаете, что еще хотел спросить? Узнав, что вы занимаетесь детьми, вот это тоже очень важно, потому что для нас станут ли дети христианами? Да. Ведь наша задача именно этому послужить. Да. А вот в практическом плане, что я понимаю, в общем плане все то же самое, как и по отношению к взрослым. Нам необходимо явить им христианство, пусть вот в таком вполне, можно сказать, убогом зеркале, которым сами являются. Ну да, ну да. Что есть, то есть. Но, тем не менее, вот это такая должность пресвитерская. Да, да, да. Но вот как вы это делаете? Просто я хочу, чтобы вы со мной лично поделились опытом. А может еще кому-то это будет полезно? У меня такая уже несколько лет, много лет есть такая выношенная мысль, она звучит кратко, значит, как дохристианское воспитание. То есть необходимость дохристианского воспитания. Что имеется в виду? Значит, есть сугубо христианские добродетели. Ну, например, целомудрие, например, или нищелюбие. Это такие сугубо христианские. Потому что обнищавший человек – это образ Христа обнищавшего. Целомудрие – это победа над похотью. И, в общем-то, путь к Христу, как путь Богоматери, к Богоневест. Этого всего в язычестве не было. Там была храбрость, там была честность, там было что-то еще, что-то еще. Златоуст говорит, посмотри на язычника, у них есть все, только не целомудрие. Вот этого не было. Хотя были крепкие браки, но не было того, что потом было явлено. Итак, то есть есть набор сугубо христианских добродетелей. Там, где мы говорим о смирении, о мужестве перед смертью, о паке бытии, о целомудрии, о нищелюбии. А есть вещи, которые, как бы сказать, розданы в подарок Богом всему человечеству, независимо от веры. Например, уважение к старшим, почтение перед родителем, например, трудолюбие или уважение к чужому труду. Когда я не топчу чужую клумбу, не бросаю хлеб на пол, там они рвут, вчера купленный пиджак. Когда я уважаю труд родителей купивших, там, человека сшившего. Ну да, но обычные дети, они этого не чувствуют. Вот, вот. Ну вот, а как добиться, чтобы они, ну, если им об этом говорить часто, то они, безусловно, это запомнят. Запомнят. Но это не значит, что они будут уважать. Совершенно верно. А вот есть ли какой-то у вас прием, с помощью которого можно достичь именно вот сочувствия этому труду? Да, мне кажется, что... Я вот со своими детками с этим сталкиваюсь. То есть, они понимают, что вот я или другой человек, который ими занимается, он недоволен таким проявлением их. Вот что тут можно сделать? Нужен труд обязательно. Образовательный процесс, мне кажется, у нас... Их самих. Их самих. У нас перекошен в сторону загрузки сознания знаниями. Ну это, да, к сожалению. Это некая цивилизационная проблема. То есть, мы вкладываем в человека некие знания, вот. А между тем, человеку нужно уметь, ну, посадить домашние растения и ухаживать за ними. Но вот вы в вашей гимназии имеете возможность участвовать в организации какого-то труда? Мы пока что бьемся с концептуальным пониманием, что это необходимо. А что, есть сопротивление? Конечно. Есть программа обучения, которая вообще предполагает... Знаете, как в армии сейчас? В армии солдат картошку уже не чистят сегодня. Да, я слухам. Вот то же самое происходит, то есть в армии солдат пол не мой, картошку не чистит, он якобы только занимается боевой подготовкой. Но эти вещи по обеспечению общежития, они настолько нужны вообще для человека, для коллектива, для воспитания, что, мне кажется, здесь есть какая-то ошибка. То же самое с детьми. Технички моют пол, значит, там дядя Вася, значит, вставляет разбитое окно, а ты только сиди и учи математику. И потом плюй на пол и разбивай окна. Дядя Вася вставит, технички помоет. В этом есть, у коммунистов ведь тоже интересные есть прорывы в истину. Где нет труда, там нет морали. То есть человек, который не трудится, не знает цену заработанного, чем это значит. Он ведь пренебрегая чужим трудом, паразитический образ жизни ведет, ему вечно мало. Он жаден, то есть нетрудящийся жаден. Трудящийся размерен, нетрудящийся жаден, завистлив. Может быстрее украсть, пойти на какое-нибудь злодейство. Ну понятно, что всякое воровство, оно от нежелания трудиться, это... То есть для меня как раз это вот такая очень яркая, такая давнишняя мысль, что необходимо, чтобы... А вот вы обращаетесь с этим к родителям, например? А вот родители вас слышат? Да. Некоторые просто прозревают, но не от моих слов, а прозревают раньше меня и без меня. Есть многие люди, которые, скажем, обладают немалым доходом, состоятельные люди, которые могут окружить себя гувернерами и гувернантами на каждом шагу, но которые доходят через боль своего сердца и через свою голову, значит, и душу до того, что ребенок должен там заправлять постель сам, это делать сам, это делать сам. Еще и козу покупают, чтобы он козу доил. Где-нибудь там есть такие. Потому что, допустим, старший сын наркоманом стал, например, там в 19 лет, а младшему сейчас 7. И они уже понимают, что младший... Ну вот это нужно пережить... Да, это старшего потеряли, потому что вложили, обцеловали его со всех сторон до неприличия. Как бы он с карманами... Кстати, вот это интересное замечание. Я наблюдаю тоже, что старшие дети, они вот в таких семьях, где достаток в избытке, они просто гибнут морально. Они жертвы, да, они жертвы. Мы, по сути, как бы они кандидаты на заклание. То есть они обцелованы, у них есть масса свободного времени, у них есть хорошие карманные деньги, которые у каждого работающего взрослого человека есть. И у них нет никаких обязанностей. У них могут быть водители, которые их там подводят и привозят, значит, которые можно договориться, чтобы они закрыли глаза на какие-то удовольствия. А вот интересно, как вы думаете, а почему вот папы, которые умеют, ну, оторганизовывать какое-то производство или такие финансовые компании, почему у них как-то не хватает ума с педагогикой? Во-первых, они, знаете, как Лев Толстой говорил, что человек может заниматься чем угодно, лишь бы не думать об истине. Для многих людей организация бизнеса и это ныряние с головой в бизнес-проекты, это бегство от себя и желание ни о чем не думать. Это такая защитная еще. Роботоголизм – это защитная реакция. Защитная реакция души на ее внутреннюю пустоту. Я в этом уверен. Это плюс реализация каких-то тщеславных проектов своих, сказать, вот я какой. Но это еще защитная реакция. Согласно закону Божьему, человек не может трудиться 7 дней в неделю. Он грешит, когда работает 7 дней в неделю. Один день в неделю он должен отдавать Богу. То есть Бог повелевает не трудиться каждый день. Должен отдыхать механизм и осел, и вол. Все, там же написано так в книге, что и осел твой пусть отдохнет. Без поклажей пусть походит. Поэтому роботоголизм, умение, оно всегда тоже с двойным дном, чемоданчик. А что касается, почему они делают там и не делают здесь. Ну, у них есть такая отмазка, что я вас кормлю, я тут все сделал, вы тут живете как сыр в масле, а вы уж тут сами разбирайтесь с этим всем. Это перебраться на маму. Ну да, вот это скорее всего. На маму, это все перебраться на маму. На маму. Если мама вот такая, и вот такая, значит, то мама это перебраться еще на кого-то. И тогда глотка тонет. Тогда ребенок теряется. Вот, если мама, мама часто, да и часто вот за спиной какого-то очень состоятельного человека, крутится пчелкой, какая-то очень простая, хорошая женщина. То есть какой-то туз, который там, значит, там создает предприятие, закрывает и переносит. Дома имеет какую-то такую, какую-то святую душу такую в лице своей жены, которая действительно несет на себя огромный груз и воспитания, и молитвы часто за своих мужей, и безропотного терпения своих специфических скорбей, о которых никто не знает. Ну, понятно. Все-то думают, что она королева, а она может очень... Все, но кто в других кругах вращается. Да, 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 да. А она-то имеет свои скорби, которые никому не расскажут. Поэтому там мамы занимаются этим. Это реальная история про козу, это совсем реальная история там про одной семье, где... Нет, а тут чувствуется, что это реалии. Тут я даже ни на секунду не подумал, что это придумали. Есть батьки, которые, батьки такие есть, которые, конечно, делают... Мы стараемся сделать такую какую-то маскулинную такую форму воспитания принимать. Там, с парашютом прыгать, например, на боевые какие-то виды спорта ходить. Это тоже хорошо. Это преодоление страха, это преодоление боли. Это человек помучает себя немножко. Он где-то, где-то струсит, даст назад. Потом стыдно станет, пойдет вперед. Это тоже воспитательные вещи. Ну, это как упражнение, но это все-таки далеко от жизни. Далеко от жизни. Хотя, мне кажется, что русские... Потому что в жизни парашют не нужен. Да, в жизни не нужен. Даже если ты на лайнер летишь, тебе никто его не даст, чтобы спасти свою жизнь. А вот, например, бороться, бегать, прыгать, плавать, как бы, хорошо. Нет, это полезно. Это в жизни пригодится. Это пригодится. И сплавать пригодится. И бегать, и сходить. И побороться. И побороться пригодится, да, совершенно верно. Вообще, мне кажется, что... Это, ну, я тоже вот сторонник прикладных видов спорта. Русский парень марш в спортзал. У меня вот даже такой, как бы, такой в голове такой, на транспаранте такой. Но я бы сейчас добавил еще православный парень марш в спортзал, потому что русские парни сейчас начали язычством увлекаться. И они типа, я русский позиционирует. Я хочу быть сильным, я русский. А это тут вот в чем дело. Ну, во-первых, это есть некая диверсия в этом. Да, это диверсия. А во-вторых, вот эти такие, ну, простые парни, они учиться не хотят. Они плохо понимают, что такое русский. И совершенно не представляют историю. И можно морочить голову всякими самоизмышленными мифами. Теориями, да, да. Да, потому что они, к сожалению, воспринимают, ну, только такие очень короткие, без депричастия холодными. Да, да, да. И вот, к сожалению... То есть спор здесь имеет относительную целебную пользу. Да, в том-то дело, да. И получается, он не во имя чего. Не во имя чего, да. А между прочим, вы заметили, что, как это самое, вот... Вот в Сараево, когда была зимняя Олимпиада, сразу после зимней Олимпиады начались боестолкновения в сербской краине, там, вот этот вот... И распад Югославии. И Сараево было самой горячей точкой войны. И там только-только построили все зимние ледниковые трассы, там, эти трамплины, травы, они все превратились, там, в гнезда, там, для боевиков, там, это все было... Это все было, как под Сталинградом, разбомблено и уничтожено. И какой-то был в этом какой-то интересный такой... Символ. Страшный символ, да, что это миллионы, миллионы долларов, там, вложены в то, чтобы здесь провести оспорт и мир. И проходит, там, скажем, месяц, и на этом же месте, где только что плясали и ходили, там, значит, довольные спортсмены, значит, льется кровь и все уничтожает, а Донецкий аэропорт, между прочим. Он же был построен к футбольному чемпионату, проходившему, европейскому футбольному чемпионату, проходившему в Украине. То есть он специально для этого был построен. Оспорт и мир, приезжайте все к нам, играйте в футбол, мы будем смотреть, болеть, веселиться, и всем докажем, что мы европейская нация. Ну вот, отец Андрей, как ни странно, вот эти символы, ну, там, вот, в Таиланде, наводнение на Рождество, ну, там, как бы, все очевидно, но ведь никто этого не видит, к сожалению, вот этих символов. Не читают. Ведь читать нужно не только книжку, надо читать ведь те самые иероглифы, которые Господь разбросал на каждую шагу. Ну, вот, сама природа, вообще, что с ней творится, вот. Мы каждый день получаем сообщение, что в природе произошло то, что не происходило никогда, что раньше было раз в сто лет, а теперь каждый день. Ну, да. И, собственно, никого это не настраивает, как вот туристов в Тунисе. Да нет, мы, пожалуй, останемся. Ну, да. Ну, вроде уже бомба-то не падает второй раз. Это вообще не ужасно, не вызову же понять. Там, там, на пляже там еще долго будет, и не всю кровь песком засыпет еще долго. Там же убили 40 человек. Ну, вот как-то вот... Не работает. Это так же происходит, как и с абортами. Ну, и что ж, так получилось. А что делать? Да, да, да. Вот никак до сознания человека не доходит, что вот убивать нельзя. Вот раньше я, глядя на ворону, которая клюет сбитую автомобилем в другую ворону, и я как-то вот думал, вот все-таки у людей не так. А потом устал как-то наблюдать, что так тоже бывает. Да. Что вот, ну, нет реакции. Человек воспринимает смерть другого человека, как это одна из очередных картинок в телевизоре. Вот это, кстати, тоже воспитательная вещь. Ну, Амвросий Оптинский где-то говорил там, что если на одном конце деревни ее начнут вешать, на другом грешить не перестанут. Ну, в общем, конечно. Скажут, скажут, до нас не скоро дойдет. Как бы, ну, пока, то есть, как бы... Вот это чувство удаленности греха от нас, там, допустим, ИГИЛ, например, там. Да какой ИГИЛ, это все далеко, там, допустим, аборты. Ну, мы аборты, так аборты. А оно все в тактильном прикосновении уже, это все. Это все рядом с нами. Да, вот меня вот это удивляет, что... Народ как-то вымирает, а это... Никого не тревожит. Ну, нет, как-то это тревожит, но абсолютно несоответственно самому событию. Степень тревоги несоответствует, да. Вот это масштабу катастроф. Да. Вот это вот... Ну, вот субботний воскресный день, там, ночь, субботно-воскресенье, центр города, например, то есть, ну, все битком забито гуляющей молодежью. Шумы оркестров из каждого окна, и все навеселее, и все сыты, и все хорошо одеты, все пья, под утром всем плохо, значит, все разбредаются. То есть, как гуляющий, праздный, такой многомиллионный гуляющий муравейник, как бы, на фоне, как бы, такой вот, на фоне того, что проблем-то, на самом деле, очень много, и от каждого очень много зависит. Вот эти, там, эти все эти, вся эта кабацкая жизнь, как Первая мировая война. Такая, значит, шапками закидаем, сейчас все будет хорошо, и все разберлись по кабакам. И только читают сводки из газеты о поражении на фронтах. Потом через полгода начинают трезветь, ну, что такое, трупов много, что такое, приходят раненых много, что такое, что-то ничего не удается. Вот, и опять по кабакам. Опять шушукаться. То есть, вот такая незрелая такая реакция общества, как бы, на это все. Это вообще избыток развлекательных передач, например, избыток всего того, что вызывает у человека смех и глупое веселье, как бы, это тоже... Нет, ну, передача тут, по-моему, совершенно все понятно. Ну, кроме канала, где мы с вами сейчас находимся, все остальное подчинено одному. Ну, да. Рейтинг, деньги. То есть, речь идет о том, кто больше заработает. Это просто все остальное, бизнес, проекты, больше ничего. Ну, кроме еще политических, там, как бы, государство присматривает, нужны определенные тренды. Это, с этим все понятно. Ну, вот, я вот, над чем задумываюсь, о пути церкви. Есть два варианта развития, восприятия, либо те люди, которые, ну, уверливы во Христа. И это вот наше паства, и мы ее пасем, и мы организовываем сопротивление миру. Ну, брань не против, конечно, плоти и крови. Я понимаю. А, вот, соблазну века сего стараемся все силы употребить на том, чтобы сохранить наших детей. Назвать черное черным, белое белым. Это очень важно правильно назвать вещи своими именами. Конечно, ну, во всяком случае, этим заниматься. Да, да. И все потратить. То есть, не прерывание незапланированной беременности, а именно убийство ребенка во чреве. То есть, все. Ну, да. Мы прервали незапланированную беременность. Нет, то, как сейчас говорят, девушка с тремя детьми. Да, 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 да. Это очень, так, вообще, интересно, девушка с тремя. Так, или второй вариант. Вот. Либо второй вариант. Мы опять продолжаем воспринимать, что наша страна православная. У нас народ христианский. И мы строим свою жизнь церковную проповедь как вот... Исходя из того, что мы... Да, мы как духовные, ну, можно сказать, возглавители вот этого христианского движения, которое заключаться должно быть, ну, в обучении, там, в освящении знамен и так далее. Вот. Ну, первый вариант, конечно, жизненный и предпочтительный. Он тяжелее, он требует харизматичных усилий, организационных усилий, но он требует знания паствы в лицо, он требует вообще сплочения. Ну, потому что вот тут, с одной стороны, да, ну, вся наша история, она, конечно, говорит о христианстве. Но, с другой стороны, вот ко мне недавно приходила корреспондентка, и я спрошу, вот, сейчас определенный год, очень интересный. В связи с этим, в связи с этим, не могли бы вы мне назвать год крещения Руси? Не знает человеку. Да, да. Вот. Прошло двухтысячелетие, сейчас можно опять народ спрашивать, в каком году родился Иисус Христос. Да, да. Он не знает, причем подавляющее большинство. Это говорит о чем? О том, что, ну, какая-то вера есть, и есть такое теперешнее присловие, человек должен во что-то верить. Во что-то верит. Был такой опрос, который показал, 62% верят вообще в астрологию. Ну, вот. Всем интересно, там, сериалы про Вангу, а уж и на Джуни Давиташвили много сейчас заработали тоже по рейтингам, так сказать. Вот это все очень, как бы, интересно. Ну, и такие по РЕН-ТВ там всякие интересные сказки рассказывают. Вот это, этой пищей человек питается. Так вот, в связи с этим, вот такой замах на то, чтобы вот опять обращаться к народу. И еще вот меня что очень, ну, не травмирает, а удивляет. Когда я был молодой, священник, и ездил в подрясники, в метро, в электричках, я, естественно, так сказать, ловил взгляды людей. И я видел интерес, сочувствие, любовь. У меня не было ни одного случая, чтобы я столкнулся с какой-то агрессией, с какой-то неприятием, с раздражением. Ни разу. А теперь вот я иногда остановлюсь минут на десять в обеденный перерыв посреди храма. И смотрю на молодых людей, которые ходят через наш церковный двор, потому что это срезает угол. Вот идут по церковному двору, вот руку протяни, храм, слева, ну, вот наша, там, сторожка, вот. Священник стоит. Воспринимает так же, как вот, ну, там, прудик наш или, там, куст сирени. Ну, да. То есть, вот, никакого впечатления, отражающего на лице. Вот, поэтому, вот, я даже не знаю, к этим людям, я не говорю обо всех. Да, я понимаю. А тем, кто хочет мой церковный двор. Да, да, да. Они совершенно по отношению к Христу, к церкви, к русской истории инопланетяне. Да, да. Вот. Да. То есть, тут, если бы я шел мимо, увидел, что они поклоняются неведомому Богу, я мог бы что-то сомпровизировать. Совершенно верно. Да, насчет афинского Ариапага. Да, да, да. А тут... То есть, иногда в опыте мы обретаем полное отсутствие естественной религиозности. То есть, если враждеб... Во всяком случае, как-то проявлено. Как-то проявлено, да, да, да. Вообще-то, религиозное чувство – это так же естественно, как чувство голода. Совершенно естественно. Вот его, вот я уже своими очами, слеповатыми, не различаю. Вот что вы на этот счет скажете? Я думаю, у вас такой же опыт есть какой-то. Совершенно верно, да. Совершенно верно. Здесь, как бы, если получается с такими людьми говорить, всячески нужно избегать, по крайней мере, при первом общении, прямой проповеди Господа Иисуса Христа. Это само собой. И необходимо заинтересовать чем-то человеком в разговоре, заинтересовать, попробовать, почувствовать его. И, как говорят, допустим, не говори в лоб, говори выше. То есть, нужно повторять, чтобы он поднял с тобой голову вверх. Это в индивидуальном порядке. В индивидуальном тут мне как-то все понятно. То, что всегда можно у человека что-то спросить и тут же найти совмещающуюся тематику. А вот при аудитории, допустим, 500 человек. Труд, очень большой труд. Вот что тут можно этим братьям предложить? Если я умел летать, я бы взлетел и сказал, вот смотрите, вот Бог дает возможность летать. Вот хотите научиться летать, я вам предложил. Какую-то смычку с их бытовым сознанием найти, постараться надо попробовать. Вот то, что я... Ну, а вы не находили? Находили. Вот. Находил. Вот этого я и жду. Находил. Мне интересно, да. У меня есть, так сказать, в памяти ряд таких вещей. Допустим, тех же, например, абортов, например. Да, вот этих всех, которые мы там... Или там что-то еще. Таких историй, которые, мне кажется, заинтересуют любого человека. Допустим, ну, вот мне, например, я часто в последнее время рассказывал в студенческих аудиториях про то, что человеком невозможно быть, сначала нужно стать. То есть лошадью нельзя стать, и надо просто быть, просто родиться ей и быть, и больше никем ты не будешь. Равно, как любым другим животным. А человек должен сначала стать человеком, ибо само рождение от папы человека и мамы человека не дает на выходе из человека, а лишь антропологическую возможность. Что если человека вычленить из общества человека и не разговаривать с ним годика два-три, через три года он не будет разговаривать вообще ни на каком языке. Это был интересный опыт. Английскими колонизаторами он был поставлен. Их заинтересовало. Ну, понятно, что если мама говорит на хинди, и ребенок на хинди, мама на английском, ребенок на английском говорит. А что, если мы купим какого-то малыша для эксперимента, благо их там продавали и продают пачками многодетные родители, бедняки, чтобы мы просто молчали с ним. Кроме ничего, чтобы он не слышал чайских звуков. А вдруг он заговорит на языке Адама и Евы. Вдруг в нем проклюнется естественный первый язык про язык человечества, чтобы мы не забивали его своими нынешними как бы этими лингвистическими насилиями. И они делали такие опыты. И в результате этих опытов они получали людей, которые ни на каком языке никогда не могли уже заговорить после трех лет. Они не то, что не говорили на языке Адама и Евы, они вообще потом не могли говорить. Они ничего не слышали, поэтому ничего не воспроизводили. То есть они не стали человеком. То есть они были абсолютно вытерщены из коммуникации. То есть они не социализированы никак. То есть работать, трудиться, знать какие-то законы, морали, кодифицированные в слове. Они не могут. То есть они не люди. Потому что им не дали возможность стать людьми. То есть мне кажется, я пытаюсь об этом говорить часто, о том, что человеком нельзя просто быть. Нужно стать. Потом человеком можно перестать быть. для чего существовала во всех странах, во всех культурах смертная казнь. А это некая реакция мистического ужаса на какие-то поступки, которые говорят нам «Слушай, это, наверное, уже не человек». Ну да. Мы должны от него защититься. А опасное существо, да. То есть, допустим, этот убил на войне, этот убил того-то, а этот изнасиловал, я читаю в газетах, там, боец, а то вернулся из этой, украинский боец, там, вернулся, изнасиловал собственную полуторагодовалую дочь. И там ребенок сейчас-то, к нему там приковано внимание пресса, он искалечил этого ребенка, безусловно, потому что ей там нужно делать сложнейшие операции. Когда совершаются такие вещи, возникает закономерный вопрос. А это человек? К нему применима норма человеческого? Нет. Строго говоря, конечно, нет. Вот есть такое понятие «биологический отец». А это биологический человек. Да, да, да. Надо сначала стать человеком, потом удержаться на плаву и быть им, потому что можно перестать им быть. Ну, что такое, взял такое, сделал что-то, потом еще что-то, еще что-то. И вот, и эти, и по моему наблюдению, эти слова находят отклик. Очень интересно. У меня было похоже такое, ну вот, рассуждение, что прежде чем стать христианином, нужно стать иудеем. Да, хорошая мысль. Научиться вот. Это то, что вы сказали, очень похоже. Это очень, как бы, ценно. Спасибо. То есть праведность наша должна превзойти праведность книжников и фори. Да, но для этого надо... Надо сейчас дойти до этой праведности. Хотя бы до этого. Нужно понять, что это такое, праведность книжников и фори. Иудейская заканчивается этой праведностью, потому что она часто нами не достигается. Ну, она просто зиждется на поступках, на проявлениях. А христианство требует уже продукта души, духовного. А он, так сказать, он, конечно, может выражаться в поступках, но совсем не обязательно. Да, да. Ну, что ж, вы видите, как мы о многом очень поговорили, отец Андрей. И я вам очень благодарен. И я надеюсь, наше общение в дальнейшем... С удовольствием, конечно. ...как-то продолжится. Спасибо за приглашение. Я еще хотел, может быть, о литературе поговорить. Вы не читали Захара Прилипина «Обитель»? Знаком с этой книгой. Соловецкая, да, это роман о Соловках, да, знаю. Понятно. Ну, вот, может быть, об этом. Можно, да. Хорошо. Вообще, Захар Прилипин очень заметная личность. Это хорошее писательство, хотя там некоторые образы, понятное дело... Да, да, да. Ну, в силу ясно он там, как бы, раскрылся, как человек, не сведущий в некоторых местах, но ничего. Ну, вот, дорогие братья и естественные, надеюсь, и вам было интересно, как нам с друг с другом. Всего вам доброго. Спасибо вам за ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok